Научно-исследовательская работа Знаменитые врачи Борис Королев, Николай Влохин, Лео Бакерия начинали свой путь в науку со студенческих научных кружков. СНК в медицинских вузах — это традиция. Через них студенты погружаются в большую науку и получают практические навыки, а также выбирают будущую специализацию. В ПИМУ функционируют 54 научных кружка по 8 направлениям. Хирургия, терапия, фундаментальные науки, педиатрия, стоматология, фармацевтические науки, социально-гуманитарные науки, организация здравоохранения и медико-профилактические науки. Каждую осень в ПИМУ проводится ярмарка СНК, где каждый студент, начиная с первого курса, может выбрать себе подходящий кружок. Прежде всего, это развитие студента. Конечно, невозможно не развиваться в конкурентной среде, когда с тобой твои однокурсники или же старшие ребята постигают эту специальность и стараются развиваться, и ты начинаешь к ним тянуться. Соответственно, все это выливается в более качественные знания, практические навыки. Затем можно демонстрировать их на олимпиадах, конференциях. Это создает вам имя, это создает вам статус и задел на будущее. Занятие студенческих научных кружков проходит на базах кафедр, что дает студентам возможность постигать выбранную специальность на реальных клинических примерах под руководством опытных врачей. Например, кафедра эндокринологии и внутренних болезней находится в 13-й больнице, одной из самых крупных в Нижнем Новгороде. О своем опыте участия в СНК этой кафедры рассказывают ординаторы Елизавета Шурганова и Арина Пухова. Научная деятельность помогла им получить дополнительные баллы при поступлении на узкую специальность. Нам было интересно углубиться в работу лечебного учреждения, поскольку иногда во время учебы мы можем недополучать практических навыков. Ну, бывает где-то углубление больше в теорию. А здесь мы имеем непосредственную возможность работать в самой больнице, вести научные исследования. Это очень интересно. Мы сначала прошли некий курс молодого бойца из нескольких лекций по разным эндокринологическим направлениям. Поучаствовали в Олимпиаде, а потом начался второй этап нашего кружка, на котором нам раздали темы научных работ, связали нас с преподавателями. И, собственно, мы готовили статью по данной теме, изучали разные тонкости данной проблемы. В последующем выступили на конференции «Волга Мед Сайенс». Кружок по эндокринологии, как и многие другие в ПИМУ, состоит из двух частей. Первая часть – теория, выбор темы и подготовка к Олимпиаде. На базе нашего университета каждый год проводится Олимпиада Бест в честь врача и ученого Чарльза Герберта Беста, открывшего инсулин и разработавшего метод лечения им сахарного диабета. Вторая часть кружка посвящена, как говорят на кафедре, гастролям. Студенты продолжают научную работу в выбранном направлении и выступают на конференциях. В первую очередь студент, конечно, должен иметь большое желание узнать что-то новое. Это должно идти от студента. Иногда бывают ребята, которые говорят, я хочу написать статью, потому что мне за это дадут сколько-то баллов. Вот как то начинает с этого, обычно ничего хорошего не получается, потому что первое желание, что человек хочет что-то сделать своими руками, он хочет узнать что-то новое, хочет реализовать какой-то научный проект, тогда все у нас получится. Следующее направление – участие студентов в научных исследованиях ученых ПИМУ, которые ведутся по программе «Приоритет 2030». Юлия Цилаусова со второго курса занимается исследованием, связанным с островками Лангерганса. Лаборатория, в которой она работает, занимается разработкой методов трансплантации островковых клеток поджелудочной железы и основанных на них лечения инсулинодефицитных состояний. Исследование ведется по проекту «Трансляционная регенеративная медицина» программы «Приоритет 2030». Проводим выделение островков, в которых я принимаю непосредственное участие. Также я участвовала в работах, связанных с инкапсуляцией островков, в экспериментальной трансплантации островков лабораторным животным. В работах, связанных с онкологией поджелудочной железы, в проверке безопасности островков. В этом году я недавно занималась экспериментом по получению матриксов, которые тоже будут в дальнейшем использованы для трансплантации островков поджелудочной железы. Исследования в области медико-биологических наук проводят НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий. Институт хорошо известный в России. Здесь рождаются настоящие научные открытия. Проходят междисциплинарные исследования на стыке медицины, биологии и физики. Сначала студент обращается к нам в институт. Мы предлагаем ему направление. Если он на каком-то направлении останавливается, тогда мы прикрепляем к руководителю этого направления. Наши студенты имеют доступ к высокотехнологичному оборудованию, занимаются совместно с нашими сотрудниками перспективными направлениями, которые сейчас в тренде, не только в России, но и на мировом уровне. Самые заинтересованные студенты, которые мотивированы, которые хотят заниматься наукой, могут остаться у нас и пойти в аспирантуру, и делать дальнейшую свою научную карьеру. В принципе, мы даже трудоустраиваем и студентов, и аспирантов, если мы видим, что им это интересно, и они хотят заниматься наукой. Отдельная гордость ПИМУ — Центральная научно-исследовательская лаборатория. Она была создана для работы мультидисциплинарной команды ученых, которые могли бы проводить свои исследования в одном месте. Но трудиться здесь могут и студенты. Студентам второго курса можно уже приходить в нашу лабораторию. Основное направление — это у нас нейробиология, нейрофизиология, все, что связано с нейросайенсом, то есть с наукой о мозге. Мы занимаемся не только биологической частью изучения, клинической частью изучения функций мозга, но также и моделируем различные нейрофизиологические состояния. Например, у нас есть модели таких болезней, как кальцгеймера, болезни шизофрении, инсульта и многие другие дегенеративные заболевания, которыми обычно в клинике сталкиваются врачи. В нашем городе действительно собраны лучшие умы на фундаментальной медицинской науке, где они могут передать свои навыки, подключиться к своей группе, выполнить какую-то работу в рамках, например, гранта по выданному, например, Российским фондом научных исследований, или, например, выполнить какой-то прикладной аспект работы вместе с хирургами, которые уже здесь же и выполняются эти исследования. Все эти направления объединяет научное общество студентов и молодых специалистов, сокращенно НОМУС. Став его частью, вы не просто погрузитесь в науку, но и попадете в команду единомышленников, которые всегда поддержат. С 2023 года НОМУС ПИМУ и Школы кадрового роста объединили усилия, запустив научный трек. Это возможность для студентов изучить новейшие методы и подходы к научной деятельности. В первый год научного трека студенты знакомятся с лабораториями Университетской клиники НИИ-ЭО и БМТ, ЦНИЛ и другими научными подразделениями ПИМУ. Осваивают методы статистической обработки данных и доказательной медицины. Учатся работать с библиотечными системами данных. Второй год предполагает прикрепление к конкретному научному коллективу и выполнение самостоятельного научного проекта. Научный трек Школы кадрового роста — это возможность последовательного изучения новейших методов и подходов к научной деятельности. Многим известно, что занятия в научном треке Школы кадрового роста ведут в том числе кандидаты и доктора не только медицинских, биологических и других наук. Они уже прошли очень длинный путь и имеют за плечами большой опыт, которым они готовы с удовольствием поделиться со студентами. Это высокогласные специалисты, и их навыки помогут тем, кто делает и первые шаги в науке, и тем, кто уже что-то умеет, но хочет развиваться в дальнейшем. Занятия научного трека Школы кадрового роста проходят один раз в неделю во второй половине дня. Так что вы без проблем сможете совмещать их с обучением по основным дисциплинам. В перспективе они могут получить сертификат при успешном окончании научного трека. Сертификат дает дополнительные баллы при зачислении в ординатуру и аспирантуру ПИМУ. Кроме этого, конечно же, они приобретут навыки научно-исследовательской деятельности, они могут получить уже публикации на выходе, которые также будут дополнительным бонусом при начислении повышенной академической государственной стипендии. Но и кроме этого, конечно, они могут просто стать частью научного коллектива и в перспективе продолжить свою карьеру в стенах родного университета. Участие в научных мероприятиях для студента – это не просто возможность проверить свои знания и навыки, но и опубликовать тезисы своей работы в рецензируемых изданиях, получить дополнительные баллы, которые пригодятся при поступлении в ординатуру, а также выиграть призы. Информация о предстоящих конференциях и форумах регулярно публикуется в группе «Анонс научных и образовательных мероприятий ПИМУ» ВКонтакте, а также на платформе «Будущий врач». Редактор субтитров А.Семкин